привет друзья сегодня я хотел бы коснуться очень насущной животрепещущей темы это то как быстро меняется климат на нашей планете и в частности на территории россии в средней полосе я что-то не припомню ни одного такого года за всю свою жизнь чтобы в это время я не припоминаю чтобы в москве была не зима с ее морозами и снежными сугробами а самая настоящая осень ну давайте введем такой термин но вы же знаете есть такой термин бабье лето а мы назовем все это бабья осень вот взгляните эти кадры я сделал в своем саду 28 декабря 2019 года за три дня до новогоднего праздника вот посмотрите в принципе я всего этого не очень то и замечал но когда я взял камеру в руки и пошел снимать то обнаружил много интересного ну допустим вот посмотрите почки на смородине набухли и вот-вот раскроются здорово не правда ли трава совершенно зеленая и тут и там под ногами везде плющ который привезли из австрии вот это вот рудбекия пурпурная только пожалуйста не подумайте что такой уж я профессор в этих во всех растениях все это мне подсказала жена ведь она занимается этим а моя главная задача это ленин с бревном да так и вот к чему я все это клоню есть такая поговорка пока гром не грянет мужик не перекрестится а гром грянул уже давно я искренне уважаю того самого мужика из архангельской области который не крестится а конкретно защищает свою родину от мусора и дерьма о котором заметьте его но никто не спрашивает я имею ввиду государство она наглым образом пытается этот свой мусор из москвы захоронить в заповедной природной зоне архангельской области в районе шиеса и всем вам эта ситуация хорошо известно и как быть когда жандармы защищают интересы этого грязного бизнеса ведь всем известно что природа с этим не успевает справляться отравляется вода в водоемах а значит демография становится отрицательной люди умирают сотнями по всей россии я уже просто даже не говорю о тех продуктах которыми мы питаемся об их качестве ведь огурчики и прочие питаются не только из грунта их дожечек поливает какой-то кислотный вы посчитаете сколько на территории россии заводов и фабрик работает по старинке возьмите район москвы дымящую капотню да и сколько таких по всей стране возьмите хотя бы красноярск ого не танки и не ракеты надо делать господа наверху а подумать не о бизнесе а о простых гражданах и о будущем нашей страны ведь все эти проблемы свалятся на плечи наших детей и внуков да и пожалуй я думаю и их детей и внуков тоже да даже еще в большей степени я немного поизучал тему связанную с изменением климата и вот что я нашел температура средняя температура повысится заметьте на 5 градусов через 20-30 лет причем в северных широтах еще в большей степени к чему это приведет а к тому что в белоруссии станет даже жарче чем сейчас в болгарии ну и в москве соответственно чем это грозит природными катаклизмами ураганами засухой и прочее прочее и в связи с такими изменениями климата я думаю возникнет еще больше проблем у простых рядовых граждан вот так то так что бабья осень это вам не бабье лето для влюбленных скорее совсем наоборот пренеприятнейшая вещь скажу я вам ну что ж вот на этом ребята разрешите мне закончить эту тему она я полагаю очень даже важная в нашей жизни как всегда напоминаю давайте подписывайтесь с колокольчиком и все у нас будет хорошо я желаю всем вам всего самого наилучшего пока пока увидимся и услышимся пока пока Субтитры создавал DimaTorzok